Субтитры сделал DimaTorzok Как это говорится-то? И за выход в плей-офф в какой-то степени. Просто если сейчас Ногогрыз проигрывает, или даже играет в ничью, у него довольно плохие шансы остаться в лиге. В то время как Антошке... Ну, его ничья оставляет в дивизионе, по моим подсчетам. А вот победа дает ему даже какие-то мизерные шансы на ПО. Но не очень большие. Знаешь, Рейвен, меня больше всего удивляет то, что это происходило нулевыми нурглями. То есть, знаешь, я вначале ругнусь, когда мне выбили единственного воина с блоком. А потом прямо, знаешь, вот бац-бац-бац. И в какой-то момент просто на поле осталось пять эльфов. Я не знаю, как это произошло, но игра сломана. В общем, отличная команда у Антошки. Просто прекрасная для этого матчапа. Давайте посмотрим, почему я считаю ее здоровской. Значит, убивашка с таклом. Убивашка с таклом. Просто полезный несун меча с таклом. Супер убивашка с таклом. Единственный минус это пять мува. Но и этого хватает. В общем, это забавно. Вот неприятно, что у этого воина минус мув. Но это, в принципе, не очень страшно. В общем, эльфам будет очень трудно. Очень трудно. Для них все не к черту. Да, можно посмотреть на индусменты. Как я понимаю, две аптечки. Девочка Бладвайзер и Реролл. И Мак. Неужели так много денег было? А, Реролл. Реролл идет от этого паренька. Точно. От бросающего. Извините. Тогда все нормально. Мне кажется, что вот при таком построении эльфы пытаются уйти подальше от таклов. Потому что, посмотрите, здесь как-то, кстати, как-то Антошка странно сделал. На этой стороне три такла. На этой один такл. Ну и средний такл. Ну, я тебе скажу, Рейвен, что я за эту игру прокачал чуть ли не с нуля двух воинов Нургла. И еще Роттера. И заработал трех Роттеров. Так что, я был удивлен и доволен в какой-то степени. Ну и мы выкупили третий Реролл на Нурглей. Это тоже приятная мелочь. А у эльфов еще Эльдрилл Боковой Удар. Я не сразу заметил. Тут еще и Эльдрилл Боковой Удар. Ну вот так вот. Ну, нет, Маркус, ты неправильно понял. Таклы нужны не для того, чтобы ловить на единицах. Таклы нужны, чтобы уничтожать эльфов. А вот в чем дело. Могу лишь поздравить. Ну, знаешь, Рейвен, я до этого удалил команду Нежити, потому что сначала игра зависла. И я не смог купить себе 160 тысяч индусментов. Давайте я вкратце просто объясню. Под конец матча на кубах по Ударам у меня было в два раза больше единиц, чем шестерок. И больше двоек, чем пятерок. ГФИ я прокинул три из восьми. Ну, я кинул три раза нормально ГФИ из восьми. Пять раз я кинул единицу. Я не дал пас на 83%. Да? Важный момент. В общем, там была шикарная игра. Давай остановимся на этом. Там была такая, знаешь, вот фантасмагоричная игра во многом. Ну, и после этого я получил совершенно обратную супергрязную игру. Такое бывает. Блиц в Роттера. Неудачный, я бы сказал. Очень неудачный. Но Антошка все очень грамотно... Ой, Антошка. На Гагры все очень грамотно расставил. Вообще забавная игра. У одного пять реролов, у другого четыре реролла. Можно хоть кататься лицом по клавиатуре и делать все, что угодно. Вообще, вообще, сейчас велика вероятность того, что лягут сразу три эльфа. Потому что здесь удар с неустрашимостью. Ну, надо просто подвести игрока, ударить с неустрашимостью. С одной ГФИ можно приклеить зверя Нургла на четырех эльфов. И еще сделать здесь удар с когтями МБ. И еще сделать удар с ПО. Слушайте. Это было бы идеально для Антошки. Не, ну я понимаю, что я, как бы, рано говорится. Это, как бы, надо прокинуть не самые простые кубы, но простые. Простые. То есть, в принципе, я считаю, что ситуация у... У Антошки, ну не то, чтобы идеальная, но очень хорошая. Очень хорошая. Потому что здесь реально сейчас Нургли могут избивать. Просто страшно. Страшно избивать. Кто выиграл монетку, а кто что выбрал? Я не знаю, кто выиграл монетку, но я думаю, что Антошка. Потому что Ногогрыз вряд ли брал бы защиту. Я так думаю. Если... Атаку, атаку, атаку. Опа! Ногогрыз подслушивает стрим! Блин, я сказал, что зверь Нургла может замарчить четырех эльфов, и он замарчил зверя Нургла. Ну ладно, я, конечно, прикалываюсь, но... Антошка выиграл монетку. Вот, я, конечно, прикалываюсь, но, да, момент мог быть неприятный. Потому что зверь... У зверя Нургла нету просто такла. Ну, как бы, срыва отбора нету. Но он ему и не нужен, потому что у него все и так отлично. А-а-а... Здесь проталкивание будет, как я понимаю. Только надо еще подвести игрока. Да, здесь будет проталкивание. Только проталкивать надо верхнего эльфа, потому что этот сайдстеппер. Вот. Еще один козлик с таклом с борьбой возвращает. Ну, а эльфы будут забивать. Это стандартная двухходовка эльфов. Здесь будет удар в три куба зверям Нургла. Ну, вообще классный, конечно, зверь Нургла. Я вот сколько раз говорил. У него все, что нужно, в принципе. Вот, серьезно. Блок, гард и... Э-э-э... Крепкая стоимость. Вот еще срыв отбора, и этот зверь, это просто убийца какой-то. Блиц. Шестерка. Это очень круто сыграно. Молодец, Антошка. Ой, как мяч упал по... Как круто сыграл Антошка. Ну, согласитесь, ребята. Как круто. Вот это было охрененно. При всем уважении к ногогрызу, но Антошка отыграл просто... Просто классно. Вот, вот, вот. Я, честно говоря, не... Я... Потом уже, когда он побежал блицом, я понял, в чем прикол. А до этого я как-то даже и не... Круто. Просто круто. Вот, вот, вот. Просто очень крутой мув. Я бы рерольнул. Я бы рерольнул, потому что подбор здесь важен. И можно оставаться, потому что два горда и удар будет, в лучшем случае, в один куб. Это плохо. Лепота какая-то... Вот я тоже не понимаю, зачем ногогрызу было нужно там столько эльфов. Он сам создал проталкивание просто. На ровном месте, абсолютно. То есть, как бы, ну, нургли в меньшинстве в этой точке смогли сделать намного больше полезного. Вот. Простой удар. Но, к сожалению, неудачный. Очень погано получилось. Очень погано получилось. Проблема в том, что если сейчас не заб... Как бы, проблему, вот, если сейчас не забивают, то нургли делают клетку с гордами и все. И нургли забивают на чужой атаке. Вообще, может быть, стоит даже сыграть мага. Но это... Но это плохо. Антошка плохо... Ой, Антошка. Ногогрыз плохо сыграл. При всем уважении, это действительно было плохо и... Антошка молодец, что увидел это. Это было очень круто. Вот без вопросов, это было невероятно круто. Я вот честно призываю... Я слабый игрок, я не заметил это проталкивание сразу. Я его очень поздно заметил. Я не очень. Проблема в том, что у нурглей в любом случае уже пачка очень неприятных ударов. То есть нургли и клетку делают. И кидают пачку дико неприятных ударов. Вот. И все у них здорово. А зачем надо было... Две двойки, рерол. Вот потраченный рерол в начале этого хода. Ну, не в начале, конечно, но так. Относительно в начале. Он, конечно, очень поганый. Нокаут. Это здорово. Нокаут поможет в этот момент. Проблема в том, что мяч очень тяжело выбить. И как-то немного странно был ротор оттащен, потому что теперь прыгать неудобно. Теперь прыжок просто, ну, сложный. А, тут удар. Тут удар в моровика. Нашел пятерку, слава богу. Проблема в том, что ему надо бежать дальше куда-то. И мяч-то все равно пока не выбить. И все плохо. Ну, как бы надо понимать, что сейчас нургли могут немножко побить. Конечно, эльф молодец. Эльф сделал все для того, чтобы по нему было как можно меньше ударов. Но ситуация все равно от ас. Первый парень убежал. Теперь надо второму убежать. Если он не убегает, то он получает МБ в лицо. Это неприятно. Убегает. Это хороший ход. В принципе. Проблема в том, что как бы у эльфа все было отлично. Ну, в принципе, у эльфа все было отлично. И за один ход он закопал себя вот примерно посюда. Неудачный удар. А зачем был подход? Еще удар. Опять не уронили эльфа. Вот, по-моему, подходить не надо было. Потому что можно было с этой позиции строить клетку. А вот зверь Нургла нашел кубы. И травмировал. Зверь Нургла сыграл полезно. Без длительных последствий. Ну, все равно неприятно. Я бы сейчас не играл бы жадно на месте Антошки. Я бы делал бы Блиц вот этим моревиком сюда. А потом строил бы вот здесь клетку. Ну, серьезно. Это была бы клетка с гордами наискосок. В любом случае удар в лучшем случае в один куб. А Антошка меня правильно понимает. И пятерку находит. И шаг надо делать. И травма. Да, ребятки. Пропускает следующую игру. Ну, лечить-то, понятное дело, что, наверное, не стоит. Барбист и эльф не так важен. А потери еще могут быть. Использует апотекария. Пропускает апотекарий и не спас. СТББР! Как ты мог его не спасти? Ну, ладно. Я знаю, что это избитая шутка. Но я не удержался. СТББР плохой апотекарий. Ну, клетку вот здесь, наверное, отстроить. Или как? Ну, можно, да. Можно и так построить клетку, в принципе. От мага, типа, такая. Полуразряженная клетка. Вот. Только горда надо будет ставить вот сюда. Этого сюда. Хотя, черт его знает. Ну, ладно. Просто два куба-то обусышка. На самом деле, можно байтить на мага, я считаю. В какой-то степени байтить на мага не такая плохая идея. А эльфы будут играть уже в таких, знаете, в чувствительных минусах, я бы сказал. Эльфов реально мало. Насыду считаем. Ну, это защита от мага, ребята. Это защита от мага в какой-то степени. Хоть немного корявая. Ну, то есть, отсюда есть два куба. Отсюда простые два куба в мяч. То есть, надо встать вот сюда роттером, наверное. Или вот сюда. Лучше сюда, наверное. Хотя нет, в любом случае плохо. Не, ну, два куба в мяч есть, ребята. И есть подбор... Эээээ... Агильным... Агильным кетчером. Вот этого я немного не понял. Ну, ладно. Проблема в том, что еще и пас не сделать. Потому что ауры играют. То есть, если будет отбор, то после отбора тяжело будет быстро контратаковать. Ну, вот. Ситуация печальная. Я, правда, забыл о том, что есть еще эльдрилл боковой удар, кстати, ребята. Я что, тупой? Есть же эльдрилл. И наоборот, как бы, тут так все выстроено, чтобы... Прыжок было делать неудобно. Я просто забыл об эльдрилле. Ну, тут и без эльдрилла можно, как бы, все сделать, на самом деле. Маг! Маг не пробил броню. Плохой отскок. Ну, неплохой отскок, но... Если бы отскок был сюда, это было бы плохо для нургля. А так... Работает гипноз. Это правильная мысль. Теперь, наверное, надо уложить моровика. И подобрать уже, как бы, без такл зон. Ну, наверное, я так думаю. То есть, вот, барбиста отправить, подвести сюда игрока, барбиста и, как бы, это... И подбирать бросающим, да. Пас, правда, не сделать будет, но можно будет спрятаться. Ну, Антошка забайтил на мага. Все сделал правильно. Ну, вот, вся партия эта теперь воспринимается несколько иначе из-за... Ошибки ногогрыза. Вот. А это, наверное, все-таки ошибка. Я не знаю, как правильнее это описать. Главная проблема для эльфа сейчас, что у него стремительно кончается... Как это выразить? Инструментарий. То есть, если... Если каким-либо образом он не забьет, ну, вот, за это дело, то у него все будет очень плохо. А ему надо забивать кровь из носа. Пас в одной ауре. Я правильно понимаю? Не... Да, в одной ауре. А, теперь... Вкладочка. Отлично. Может быть, забить? Тяжело будет сталить. Очень тяжело. Мячик выбивается. Притом, в простые кубы, на самом деле. То есть, понятно, что он встал сюда для того, чтобы потом засталить. Это продуманный ход. Но... Я бы не сталил бы. Надо забивать. Да, забивает. Понимает, что не поставит. Там очень маленькие шансы на сталинг. Ну, окей. Ну, вот, правильно сделаю, что забил. Но ситуация очень трудная. Потому что... Такими темпами будешь играть в большом меньшинстве. А он уже, видите, как бы эльфов уже меньше. Да? То есть, эльфы уже играют в минус одного. Нургли будут продолжить разрывать это. Если Нургли сейчас успеют забить за... Шесть ходов. То они, очевидно, забьют и в следующем тайме. Еще стоит держать в голове то, что... Осталась одна аптечка. Нету мага. И в целом все очень плохо. Ну, реально. Ситуация а-та-та. Я просто... Я не завидую в этой ситуации эльфам. Потому что я... Ну, скажем так. Нурглям несложно в этой ситуевне поднять мяч и донести его до нужной точки. Сделать это два раза. Шесть ходов это очень много. Тем более для такой крутой команды. А у Антошки реально крутая команда. У него действительно очень милые Нургли. Которые шикарно работают. У них все есть. И, ну... Им ничто не мешает. Это просто отличные Нургли. Ну, так. По факту. То есть, у него Нургли хороши в игре со всякими станти-командами. И, собственно говоря, силовыми командами. У них нету какой-то вот прямо слабой стороны. Это просто крутые, сильные и неприятные Нургли. Ну, вот так вот. А у нас сегодня какое число? Пятнадцатый. У меня сегодня деньги с Твича приехали. Не так много. 105 долларов. Но приятно. Я вообще не как-то в этот раз на день раньше их прислали. Еще и налоговые документы мне отправили. В общем, молодцы ребята с Твича. Порадовали старика. Аккуратно выстроился Антошка. Очень аккуратно. Вопрос в том, что разве что Блиц сделать немножко неудобно. Хотя, как бы все пахнет к тому, что будет Блиц вот в этого засранца. Ну, вот. Очень неприятно. Нургли сразу начнут намного ближе в сторону атаки. То есть, Нургли сейчас очень плохо полетел мяч. Нургли сразу поймали мяч. Это очень плохо для эльфа. Нурглям теперь бежать до зачетки. Ну, просто половину поля. Просто половину поля. Это печально. Не получился первый удар. Второй удар. Пятерку устраивать. По седьмой броне. СМБ. Прекрасно. Без пробоя. Еще один удар. Нормально. Отличные кубы. Шестерочка выбрана. Пробой. Но без осложнений. Остается еще один удар. И еще Блиц. Но с Блицом трудно. Трудно здесь Блиц реализовать. Удар не получился. Печально. И Блиц, видимо, будет с ПО. Ракетой. Да, перестаклеточка делается. Такая практически классическая. Но Блиц с ракетой. В линейку, да. Шестерка. А, двойка. Двойка. Пробой. И ПО. ПО. Да, почему нет? К сожалению, ПО 1-1. Ну, что поделать. Главная, как бы, проблема в этой ситуации у эльфов, что если они продолжат заканчиваться, то, как бы сказать, какое-то место все-таки нужно. То есть, надо в любом случае играть хоть какими-то игроками, грубо говоря. Нужна какая-то прослойка между вот этими ключевыми игроками и нурглями. Иначе все кончится очень плохо. Ну, это я так, к слову. Ну, на мой взгляд, строить такие супер редуты, такие ворота, в принципе, не особо надо. То есть, мячик-то все равно выбить будет. Очень трудно и, как бы... Ну, нет, ну, я понимаю, что Антошка, он научен жестоким опытом игр со мной, жестоким опытом игр с Непрокси. В общем, играет максимально аккуратно. В этом плане я его понять могу. Хотя, на мой взгляд, как бы, можно идти классической клеткой, просто остальными идти впритык и блицовать каждый ход. Это вполне адекватная стратегия в этой ситуации. И ничего плохого в ней нет. По-хорошему, надо выбить просто двух игроков. Не, ну, на самом деле, конечно, идеально выбить четырех игроков. Но для того, чтобы не бояться выбивания мяча, достаточно двух. По-двумя я имею в виду силового кетчера прыгуна и эльдрила. Вот. Если выключить эльдрила, если выключить прыгуна, то... Ну, у Ногогрыза шансов-то не будет уже. Он просто... Ну, только если там Антошка как-нибудь, ну, страшно не попрет. Вообще, я надеюсь, что... Сколько у нас сейчас времени? Давайте посмотрим. 20.34. Я надеюсь, что Антошка побыстрее уничтожит Ногогрыза. Я люблю Ногогрыза, он пишет милые стихи и так далее. И хорошо играет. Но я хочу Зенит посмотреть, поэтому... Давай, Антошка! Ну, правда, есть еще другая причина. Вот. Я, кстати, забыл вебку включить, а мне никто не сказал. Ээээ! Вот, есть другая причина. Потому что, если Ногогрыз сейчас проигрывает, то... Эээ... Я обгоняю его по очкам. И у меня увеличиваются шансы остаться в дивизионе. Ну, это как бы мелочи, но все-таки... Удар. Двойка устраивает. Без пробоя. На самом деле, можно пофалить... Ну, хотя фалить как бы линейк. Как бы фалить линейк. Ну да, сейчас классическая клетка переезжает сюда. Притом, это будет классическая клетка с четырьмя гордами вокруг. Я бы не скупился. Я бы делал бы клетку с четырьмя гордами вокруг. Та... Та... Эээ... Ээээ... Эээ... Это будет клетка из... Из шести игроков? Или как? Это... Это типа он сзади может поставить любых игроков для того, чтобы... Эээ... Не, нормальная идея. Ладно, я понял. Такую клетку, конечно, пробить будет практически невозможно. Согласен. Окей, принято. Принято. Хотя, на мой взгляд, можно и пофалить, на самом деле. Сейчас можно вполне пофалить. Благо, у тебя есть два запасных ротора. И это... Ну, не такая плохая мысль. А Антошка байтит. Вот самую капельку Антошка байтит, на мой взгляд, зря. Ой, не Анто... Да, Антошка. Смотрите. Почему я считаю, что зря? Вот сейчас ему надо закрыть вот эту дырку. Он закроет ее? Или не закроет? Потому что иначе Эльдрилл боковой удар... Может дать вот сюда... Эээ... Ну, с трудом. Но может вот сюда дать... Эээ... Гипноз. А сюда мы подводим, и два куба в мяч с прыжком вот отсюда. Только Эльдриллу бежать далеко. А, я понимаю. Он поставил этого игрока сюда, для того, чтобы у Эльдрила был додж в три зоны отбора. Умно. Умно. Слушайте. Вот очень странно. Вот в таких моментах... Вот я даже не понимаю, честно говоря. Иногда Антошка допускает какие-то абсолютно детские ошибки. А иногда он играет так глубоко и внятно, что диву даешься. То есть вот здесь он все учел. А бывают игры, где он там не марчит одного игрока, проходит пас какой-то такой, и все, в закат. Или вот как с крысами, он там не мог ничего сделать. Ну, где немножко фейлил. Ну, крысам про Дадова заходило. В общем... Странный немножко Антошка. Местами он играет очень круто, а местами допускает какие-то смешные ошибки. Но в этой игре он пока играет шикарно. То есть вот... В принципе, в принципе... Пропущенный гол это даже не ошибка. То есть он вынудил соперника быстро потратить магию. И в целом там нормально так почистил эльфов. И еще и вытянул одну аптеку. В этом плане очень эффективно. Эльфам еще везет, что они не ломаются пока что. То есть надо почаще бить с ПО, для того, чтобы все это дело шло. Многогрыз задумался. Я понимаю его. Здесь как бы реально сложное решение. Вот. Кроме покемонов, есть приложение для веселой ходьбы. Ну... Вот есть игра, которая была до покемонов. Которая тоже очень популярна. Забыл ее название. Сейчас еще выходит этот. Тоже игра. Типа как покемоны. Только по охотникам за привидениями. Помнишь, был старый фильм такой крутой? С Беломюрреем и так далее. То есть ты ходишь, ловишь привидений. Только я не знаю, она вышла уже или еще не вышла? Что делает Ногогрыз? Ногогрыз. Я, честно говоря, не очень понимаю смысла этих движений. Потому что, ну, сейчас тебя будут бить. Притом довольно больно. Это блиц в так листа? Неудачный блиц в так листа Удачный все-таки Все-таки уронили, но Но как-то, честно говоря, не очень понимаю Смысл этого действия Тем более, куда сейчас убежит этот эльф? Пробил так листа Вот это подфартило 6-6 кинул на пробой Если бы он сейчас не пробивал бы так листа Ой, прыжок не удался Будет рерол Если бы он сейчас не пробил бы так листа У него все было бы так грустно Так грустно А так, так можно пожить Эльфы немножко перебил Не, ну эльфы пытаются задефаться Хотя, на мой взгляд, это будет очень трудно Ну молодец, Ногогресс В какой-то степени это был хороший ход Ну как бы, сейчас ничто не мешает перестроить-то атаку на левый фланг На самом-то деле Ой, ребята, это будет блиц в... Вопрос в том ПО шер далеко ПО шер далеко То есть это, наверное, просто ударит парень с МБ когте... МБ когте такл Потому что если сейчас убьют кетчера Агильного Это будет очень неприятно Ну не убьют, но что-нибудь с ним сделают Давайте скажем так Хотя, честно говоря, я думаю, что все-таки стоит атаковать... А, может он от фола поставил игрока Ну, такое Вот, по-моему, Антошка все-таки клюнул на приманку Есть такое ощущение То есть приманка простая Приманка подраться И... Это как махание красной тряпкой перед Нурглёй Перед Хаосом Перед Хаос-дварфами Не уверен, что это... Ой, нет, все-таки с ПО бежит Пятерку нашел А, он сейчас зверя Нургла прикрепит Травма Минус... Минус рерол, во-первых Потрачена аптечка Ну... Как бы... Ладно, не минус рерол Рерол вернется в тайме Зверь Нургл пошел И держит троих Да-а-а-а-а-а Вопрос в том, что клетка сейчас строить неудобно немножко Не, ну молодец Теперь у Анто... Ой, теперь у Ногогрыза нету аптек Все, аптеки кончились Аптеки закрылись Притом, кстати, одна аптека зафейлилась, вторая сыграла довольно неплохо, стоит сказать. Вторая аптека сыграла довольно неплохо. Не спешит Антошка. Правильное решение. Вот, знаете, мне единственное, что немножко не нравится у Ногогрыза, самую каплю, далеко стоит Эльдрилл-боковой удар. Мне так кажется. Вот сейчас будет проблема, если ребята не начнут убегать. Если ребята сейчас не начнут убегать, они будут серьезно огребать. Одного, значит, попытаемся выйти через удар. Окей, принято. Ща мага... Не, ну Антошка так играет, потому что маг уже улетел. Вот. Чтобы играть в лиге, нужны все DLC? Нет, не нужны. Вообще, конечно, по-хорошему лучше купить экспансион пак, потому что он много чего крутого дает. Но можно и без него. Проблема в том, что если ты пойдешь на отборочный, на чемпионат мира, на РББЛ, то, конечно, желательно взять экспансион пак, без него будет тяжело. Кстати, Аллигатор, ты пойдешь на чемпионат мира? Я вот никак не могу решить, за кого я хочу играть на чемпионате мира. Подставили козла с ПО. Правда, не уверен, что его стоит... Или... Или это не подстав... Ты хочешь, чтобы козел с ПО ударил? Одного эльфа вынули из опасности. Не полностью, на самом деле. Не полностью вынули. Потому что Воин сейчас бьет в два куба. В общем, опасно. Блиц. Ну, вырубаем вот этого нормально. Это хорошая мысль. Это опасный самый Моровик. И надо отбежать от него. Я сейчас впервые о нем услышал. Первый чемпионат мира был в 2016. Потом чемпионат мира был... Сейчас второй чемпионат мира, да. На форуме же есть тема уже и голосование. Можешь зайти и поинтересоваться вопросом. Как бы все во внимании, скажем так. У меня в прошлый раз была такая группа смерти на чемпионате мира. Просто офигеть. У меня прям была такая. У меня был Зидот, Змызлик, Ситар и Алекс Айс. Я, по-моему, третье место занял в группе. Я сыграл в ничью... Я проиграл одному орку. С одним сыграл в ничью. С Алексом сыграл в ничью. И сделал Ситара. Вот. Забавный, короче, был чемпионат. Вот. Не получился немножко удар. Он даже реролил для того, чтобы попытаться сломать. Но не получилось. По-хорошему, конечно, Зверя Нургла надо было переместить бы в ту зону, где стоят кучи эльфов. Но уже поздно. Надо эльфов брать, наверное. Аллигатор. Все идет к тому, что, скорее всего, будут правила с межплатформенного турнира. Когда было... Это. Как у Ситара. Ну, где брали 1500 команды и так далее. И сбил Бретонию в ноль нулевыми орками и радует. Че бы не радует. Я не то чтобы радуюсь. Вот. Но это было приятно в какой-то степени. В какой-то степени. Здравствуй. То есть, бус, скорее всего, такие же правила, как на межплатформенном турнире. То есть, я бы сказал бы, что брать надо либо некромантов, хаос-дворфы, а бус гномы-колена. Ну и не знаю даже. Ну, в общем, есть варианты. Там, я бы не сказал... В эльфы не упирается. Все-таки. Крысы, кстати, хороший вариант. Там сейчас идет разговор о том, нужно ли делать резурекшн. Резурекшн. Ну, резурекшн это когда, типа, умирают игроки или все-таки они выживают после каждой игры. Как у Антошки с пробоем? Ногогрыз затащит. Но Ногогрыз потратил уже две аптеки. И у него нету аптек. Поэтому у Антошки с пробоем ровно пока. Без излишек половых, но ровно. То есть, считай, три вот пробоя. Один раз аптека не спасла, другой раз... Помогла. Изи Кринот, мне тоже не нравится такая идея. Не повезло. Очень сильно не повезло. И сейчас есть хорошие шансы, очень хорошие шансы, забить у Антошки и перестроить команду вперед. Да, он идет перестраивать команду. Я считаю, это абсолютно правильное решение. Потому что уж с такого расстояния... Да, и Блиц опасный. Рерол! Ой, ребята! Вот это было... Нет, я понимаю, я понимаю, почему было так придумано. Но, конечно, решение специфическое. А теперь немножко опасно. Он перестраивается, но теперь на самом деле это опасно. Вот эта перестройка, она с привкусом, скажем, опасности. Я бы не тратил рерол в этой ситуации. Ну, ладно. Ну, пока не ясно, какие будут правила уже на... Как это говорится-то? Не ясно, какие правила будут на самом чемпионате мира. Их вроде 4 апреля только объявят. Насколько я слышал. Вот так вот. А сам чемпион где-то в мае. Ну, очень аккуратно играет Антошка. Очень аккуратно, предельно аккуратно. Я бы бил бы в Эльдрила, потому что Эльдрила было бы неплохо вынести. Тем более удар, в принципе, хороший по Эльдрилу, я считаю. Не ударил Эльдрилу, можно было, я думаю. В один куб, но при этом у тебя все нужные скиллы есть. Ну, ладно. Прямо в предвкушении. Надеюсь, тебе понравится. Ой, привет, Тумрун. Конец лета? Конец лета чемпионата? А что они так затягивают? Ну, ладно. Как-то... Опа. Теперь будет прыжок и выбивание мяча в два куба, кстати. Надо было бить Эльдрила, ребята. Надо было бить Эльдрила. Ну, что, прыжок, удар в два куба. Решающий момент тайма. Это не я играю тапок. Но дела улучшились. Я перед тем, как стримить матч, затащил одну игру очень весело. Только к середине. Ну, я думаю, мы как-нибудь быстрее сыграем у Мрун. Там по два матча в неделю, например. Я думаю, что тем, кто хочет поучаствовать, они как бы справятся. Я надеюсь, что мне второй раз не дадут такую же группу смерти, как было в прошлый раз. А то вы дали мне какую-то группу с суперскилловыми парнями. Было неприятно. Дали там всяких ситаров, алексов. Удар в два куба, ребята. Шестерка найдена с первого же удара. Правда, сейчас эльф закатится к нурглям. Но это уже другой вопрос. Мячик отскочил плохо. Мяч можно подобрать. Не скажу, что это очень просто. Но мяч подобрать и откинуть можно. Или просто на него сесть. Эльфы играют хорошо. Это точно, Ситар. Я с тобой полностью согласен. Пока идет обсуждение, что первый этап будет общей швейцаркой. Блин, это страшно немножко. Ну ладно. Общая швейцарка, это как-то прям... Серьезно. Ой, какой неприятный пробой. Очень не... Ну, молодец, Нагагрыз. Несмотря на серьезную ошибку в первом ходе, сейчас он... Ой, он перекинул... Ой, ребята. Ой, Нагагрыз грязнит. Ой, Нагагрыз грязнит. Приролил одиночку. Переролил додж. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Грязногрыз. Ну, слушай, Ситар, ты видел, как вначале Антошка крутецки протолкнул и вытолкнул меченосца у Нагагрыза? Очень красивый момент. Ну, это я так просто рекомендую, если что. Ну, забить можно. Я бы даже не сказал, что гол очень труд... Трудный? Трудный. Но не назвал бы его очень трудным. То есть я бы забегал бы Кащеем на зачетку и давал бы ему пас вот этим козлом. Притом пас был бы несложный. Надо только зверем ударить Вельдрила и вынести его нахер. Ну, я тебе скажу, что Антошка, вот за исключением этого хода, который был, отыгрывает очень круто. То, как он отыграл начало первого тайма, это вообще чуть ли не по учебнику. Ну, я бы делал бы все просто. Я бы пытался уронить кого-то на меч. Да, здесь... А, стоп. Пятерка на... Так, подойду, я что-то не понял немножко. Но тут есть большая рука, то есть он подбирает... Да, никого же отталкивать не надо, у него есть большая рука. А кем ты забивать решил? Лол. Лол. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А почему Антошка решил не забивать? Вы понимаете, что... Я не понимаю. Я вообще не понимаю, что произошло. Да тут не было риска на Гагры. Здесь был простой гол. Здесь был очень простой гол. Прямо примитивный гол. Да, что значит не умею? Это был последний ход. Это был реально простой гол. Это был простой гол. Это реально был простейший мяч. То есть надо было подобрать, отдоджиться и дать пас забежать. Я не понял. Это был очень простой гол. Ну не очень. Надо было кинуть... Подбор... Сейчас я посмотрю еще раз обилки козла, чтобы сказать точно. Подбор 3 плюс с рероллом. Подбор 3 плюс с рероллом. Додж 3 плюс с рероллом. И даже можно было сделать пас 3 плюс с рероллом и поймать на 3. Надо было кинуть. 3 плюс, 3 плюс, 3 плюс, 3 плюс и гол. И с рероллом это можно было делать легко. Не, ну это был вполне реальный гол. При том, что у тебя на 2... На 2-3 плюс у тебя рероллы. У тебя реролл на подбор мяча. У тебя реролл... Не, ну как бы... А, ну еще 2 плюс ГФИ и еще удар зверем Нургла. Но зверем Нургла можно было бить в 3 куба с блоком. Я не... Я честно... Я не понимаю мотивации. Почему? Вот насколько круто Антошка играл весь матч. И насколько непонятный был этот момент. Я... Я вообще в недоумении, ребята. Я честно... Я в недо... Не в доумении. Не, ну там... Не, ну гол был вполне несложный. У Антошки. Блиц. Опа как. Опа как Блиц. Удачно лег. Может он просто мискликнул на кнопку передать ход? Да я не знаю. Не похоже было на мисклик, Ситар. Мне показалось, что на мисклик не было похоже. Ну черт знает, конечно. А... А где Блиц? А где Блиц? А почему ты не Блицанул в убивашку? Что они творят? Что они творят? Что вообще происходит, ребята? Он будет выталкивать? Да по-моему не стоит так рисковать. Ну не стоит. Так, а, блядь, а он убегает отсюда? Выталкивание может? Не, ну... Сейчас, блядь, у него мув еще остается... А, у него еще мув остается. Мне казалось, что у него не остается мува. Ну ладно. Не, ладно. Мне показалось, что там мува нету. Ладно, ладно, нет. Тогда нормально. Тогда нормально. Опа, подбор мяча сразу. Он играет тактикульно. Нет, тогда снимай. Я не прав. Я просто сказал, что там не хватает мува на то, чтобы отойти от линии. Извините. Пробой от Антошки. Правда, такой себе. Клетку надо строить. Мячик удачно в руки упал. Ладно. Две шестерки. По седьмой броне. С МБ. Давай-ка. Ну, как-то так. Не, ну ладно, ладно. Ногогрыз сыграл хорошо. Я понять только не могу, почему Антошка... Опа, травма. Ну, это мелочь. Но приятная мелочь. Я не понимаю, почему Антошка не попытался забить. Вот этого я не понимаю. Если мысля Ногогрыза была понятна, то мысля Антошки, когда он... Ну, здесь будет удар в четвертую силу. Это очевидно. Шестерка. МБ. Когти. Такл. Все как надо. Ну, такл не нужен, конечно. Но удар. Без пробоя. Вот клятый Гайрон Лорн. Крепкий какой. Ща один гол от Ногогрыза и ГГ. Гол тяжело будет забить. Потому что... Ой, извините. Потому что можно уйти в полный сейф. Хотя... Хотя... Ну, что-то, по-моему, Антошка пошел во все тяжкие, ребята. В среднее хочет? Я не знаю. Не, ну на самом... Не, на самом деле. На самом деле. Вы не поверите. Но есть вероятность... Если Антошка проигрывает эту игру... У него есть шанс вылететь в среднее даже при автовине в последнем туре. Я считал, есть такая вероятность. Вот. Слушай, Лоу. Вот я когда играл с Ногогрызом... Я за 21 пробой... За 21 пробой сделал всего 2 травмы. Ногогрыз лакерной в этом плане. А маг-то... Маг уже кончился, Клэйман. В первом тайме... Ногогрыз сделал большую ошибку. Его вытолкнули с поля. Нургли подобрали мяч. Встали. И пришлось, чтобы забить, кинуть мага. Вот. 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 Так что маг был. Был маг, аптечка, одна девочка-бладвайзер, по-моему. Да, одна девочка-бладвайзер. Маг, аптечка и девочка-бладвайзер. Вот так вот. Ну и звездный игрок. Крепкая стойка. Неприятно. Неприятно. Очень нездорово получилось. Зверь Нургла себя оправдывает. Ой, зверь Нургла. Но сегодня зверь Нургла работает хорошо. Как я уже говорил, это шикарный зверь, который свою работу знает хорошо. Вообще, есть ощущение, что эльфов сейчас будут бить. Возможно, даже ногами. Возможно, даже по голове. Оп. Неприятная единичка. Реролл. Вообще, в вышке как-то вот, я не знаю. Всем очень везет. Мало у кого какие-то трупы. Это вот в другом дивизионе идет какая-то бойня у нас. Я разве что уже получил несколько трупов неприятных. Но вы все знаете, как у меня работает удача. Вот. На самом деле, конечно, у Ногогрыза пока все неплохо. То есть, я не скажу, что у него хорошие шансы при игре на... На победу. Но на нищу у него шансы хорошие. Надо у Антошки потом после матча спросить, почему он не забил. Ну вот. Не только... А, ну да. Арчи тоже. Арчи тоже попал под... Под маховик, скажем так. Ты же не будешь вставать у стенки? Или будешь? Нет, это вроде бы клетка, ребята. Это вроде бы клетка. Адекватная клетка. ГФИ прокинули. Ну, теперь надо блицевать с таклом в Блицера. Уж больно он сытно стоит. Или Вэльдрила. Или Вэльдрила. Тут как бы одинаково приятные цели. Четыре эльфа, висящие на бесте. Это хорошо. Не, я к тому, что Антошка вроде как-то не похож на человека, который играет на победу. Я это имею ввиду. Спасибо за фоллоу. Опа, единичка. Рерол очевидный. Шестерка по Вэльдрилу найдена. Давай, Эмбэ, работай. Без пробития. Ну, ладно. Ну, ты подводить-то еще Роттера-то будешь, нет? Меня удивило еще в первом тайме, что Антошка не фалил. Хотя мог вполне. Да, бис с блоком и стэнфю... Это шикарный бис на самом деле. Это реально бис, который в любой игре будет тащить. А почему он не ударил бистом? По мне, так вполне можно было ударить бистом по... Этому, по тройверу. Вам не кажется? Не, конечно, была вероятность. Ну, ладно, это жадно. Можно было не... Нормально. Не обязательно бить. Хотя, на мой взгляд, почему бы и нет. Ну, ладно. Хотя, если бы зверь кинул единичку, было бы очень обидно. Да, да, я понимаю, Ситар. Я понимаю. А зачем ты четвертую силу подставил под никому ненужного? Я понимаю, что это, видимо, для того, чтобы доджить было удобнее от зверя Нургла. Опа, пробитие. Слушайте, эльфы потихоньку возвращают паритет на поле. Потихоньку. Минус два Нургля. И ребята вроде в равных саста попер пробой у Ногогрыза. Прям. Ну, ладно, там одно было выталкивание и пробой. Гипноз не прошел. Это немного опасно. Честно говоря, я даже не знаю, кому сейчас будет больнее. Как бы... Не, видимо, будут пытаться уронить воина. Не трогайте воина, мирские ушастые твари. Не обижайте бедного воина. Отлично, мерзкий вид. Воин не дает ни шанс. Не, все-таки уронили. Все-таки уронили, ребята. Ну как доблестные эльфы? Пробой опять. Ой, ребята. Да. Можно, кстати, уронить зверя Нургла. Довольно простыми кубами. Типа додж и удар. И вообще здорово, по-моему. Мне кажется, или эльф пытается перебашить Нурглей? Ну, есть такое ощущение, как бы. Да, будет удар. Шестерка. 5-6 кинул. Идеальные кубы. Ну, спасибо, что зверь не затупил. В смысле, что зверь не сломался. Ну, вот. Я теперь пытаюсь понять, а что так мало на поле Нурглей? Вы заметили? Вот из-за того, что клетка стоит. Что-то как-то все очень плохо. А мне кажется, Ситар, что план еще прикольнее. Я думаю, что реально эльфы пытаются разломать Нурглей, чтобы потом... Ладно. Чтобы потом занести вантерн. Потому что в начале матча приходил пьяный ногогрыз. И сказал, что у него есть план, как забивать двум стенд-фермом. Ой, какая это была. Ой, Антошка, Антошка. Пошли копать карту. Очень сыграно нагло. И... Мерзкий вид работает. Да, ребятки Это, конечно Это было прекрасно Второй мерзкий вид И, наконец, уронили Зверя Нургла И пробили Зверя Нургла Но зверь Нургл сдержал трех эльфов Двух эльфов Третьего не потянул Ну, ладно Да, ребятки Не, ну, стоит сказать, что, конечно Легкий заход у ногогрыза попер Но Ну, Лоу, он пытался Вырубить более опасного игрока Он пытался вырубить Основообразующего игрока Шестерка в мяч Можно даже подобрать, наверное, кетчером На самом деле Почему нет? Только другим без ГФИ А-а-а У него минус мув, понимаешь? У него минус мув Поэтому Не мог Да, понятное дело, Ситар И это еще очень живучий силовой эльф То есть его до сих пор никто не убил Хотя за ним Слушайте, я думаю, может мне Пойти в этот В клуб контрактов И сделать заказ на этого эльфа Подбор мяча Да Ну и убегать надо, че Надо отойти Потому что здесь такл И потом мяч можно подобрать еще Отойди от него Еще и проблема в том, что О-о-о-о Ну все, ребятки Это Это до свидания Мда Я даже не знаю, что сказать Но, знаете, вот Насколько хорошо Антошка играл первые 7 ходов А потом А потом Ну, вы понимаете А потом хорошая игра кончилась Вот так я бы выразился Это очень печально Это очень печально Могу только посочувствовать Как говорят Две единички Квадры черед Ну все, ребятки Ну это Мда 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 Ну Ну что сделать в этой ситуации Ну не поперло Ну просто не поперло Ну очень Ну согласитесь Очень много единиц накидал Очень много единиц Прямо Ну вот в какой-то момент Как отрезало Ну серьезно Вот Он сейчас кинул Как бы Квадры черепа И до этого он кинул Почти что квадры черепа Вот Ну давай скажем так Ситар Давай скажем так А-а-а Рискованная игра Наложилась на Очень неудачные кубы Рискованная Не скажу, что прям Плохая Я понимаю мотивацию С которой делал Все это Ногогрыз Хоть я Ой, Ногогрыз Ээээ Антошка Но Но кубы Его казнили Вот Это ГГ Это ГГ Так, подождите-ка А мне теперь интересно Сейчас надо посмотреть кое-что Слушайте, ребята Ну хотя А, нет, слушайте, да Вообще Вообще Если я выигрываю Последнюю игру у Нахала То Эээ Ну вот Клейман Сидит, Тим Клеймана мало, что ли? Только он на Твиче Антошка может вылететь Из дивизиона Я сейчас не шучу Антошка реально может вылететь Из дивизиона, из-за этой игры Шансы там настолько приличные На вылет, что даже словами не описать А все потому, что Он сейчас насосал и мне проиграл И он в опасности Теперь Я не админ, я модер Ну ладно Ну вот мама есть еще Пусть тогда мама подойдет А кто админ Руббл сейчас? Да, если кто не знает То у Мруна выбрали Мамы форума Поэтому Если вам не хватает Любви, нежности Там, чего-то такого То обращайтесь к Умруну Ну вот Ну не то, чтобы это была Очень нужная травма Но Пусть так Редакторский отдел Технический отдел Создатель сайта Подсчетный комиссар Судейская коллегия Ну понятненько, короче Напишите не судейские коллегии А мама судей И нормально будет Ну это хорошие админы Клейман На фоне старых админов Удивительно адекватная пачка Вот я прям Ни про кого из них Не могу гадость сказать Значит хорошие админы Я И не могу гадость сказать Вы понимаете Какая Дичь Я даже сказал бы Больше Я даже про некоторых Из них Хорошее могу сказать Вот это вообще Сумасшествие Просто Мне как-то даже Неловко Забавная игра Конечно Получилась Прошлый и нынешний Нехорошая тема Ну Слушай Клейман Это как Знаешь там Какой-нибудь из советских лидеров умирает И все начинают Говорить Про Про него Это Ну просто начинают Говорить про него Да Ну то есть Это Это нормальная схема Вот так вот Но я не обсуждаю Я Я типа Мельком упомянул Опа Мерзкий вид Внезапно Кстати Очень часто Прокает мерзкий вид Согласитесь Реально В этой игре Мерзкий вид Прокнул Очень много раз Ну это я так К слову Я че думаю Что Ногогрыз Досушит эту игру Честно Вот После первого хода Я и подумать не мог Что У Многогрыза Есть какие-то шансы Но Потом Слушайте Этот эльф Уже живет По-моему Третью или четвертую Игру В этом состоянии Минус Мув Минус броня И не умирает При этом На самом деле Конечно Математические шансы На вылет Есть И у Многогрыза После этой игры На самом деле Вполне Реальные Вот Вот Но все будет решаться В последнем туре Все будет решаться В последнем туре Ну зверь делает Свою работу Ну вот У меня есть шансы На ПО Но Многогрыз При всем уважении Я думаю Что у тебя Больше шансов На вылет Чем на ПО Не На ПО тоже есть Я не спорю Но Скажем так Давай скажем так Вот Твои шансы На ПО Станут яснее После игры Ред Гринлока И Васага И игры Сержика С Нахалом Вот После этого Станет яснее Ты больше Кандидат в ПО Или ты больше Кандидат На вылет Тут все сложно Скажем так Нету Адекватного Ответа Удар В В Каще Неудачный Удар А ты Дальше Покатишься Ну ладно По моему Это Немного Ну ладно Ладно А теперь Надо Атакло Доджиться У тебя Ходов Вот по моему Это было Лишнее Выбрал бы Двойку И упали бы Вдвоем И было бы А забивает Но Можно было На мой взгляд Еще потерпеть Конечно Ну ладно Ну Ну Это Конечно В любом Случае Матч Который Идет В плюс Ногогрызу Он молодец Без вопросов Он молодец Вот я Прям Пятюню Пятюню ему Но С другой Стороны Я бы Конечно Сказал бы Что Начиная С восьмого Хода Все Что делал Антошка Было мне Очень Очень Непонятно Я Действительно Не уловил Так сказать Посыла Вот Ну ладно Привет Крис Как он? Да нормально Самое прикольное Что После этой игры От Антошки Ничего Не зависит Вообще У него Последняя игра Это Автопобеда Против Серы Алан Орозе А все остальное Он уже Просто После этой игры Антошка Просто наблюдает Вот Он играл По учебнику Вот Он Сначала Матча Играл Отлично А потом А потом На него Что-то Нашло Вот я бы Так Это Назвал Ну согласись Многогрыз Мячик он у тебя Выбил Отлично И прикрыл Его Отлично И забайтил тебя На мага Отлично И все Делал Здорово А потом Вот Где-то Восьмой Ход Вот Как будто Другой Человек Сел Играть Ну По ощущениям А почему Он сначала Не подошел Мечом Вперед Или он Не собирается Забивать Ну ладно Пятерочка Овер снеглой Неприятненько Но там не только Получилось Даже не квадрочерепа Нагогрыз Он сначала Кинул ГФ Единичку И потом Два черепа А потом Еще квадрочерепа Это повлияло Сильно Он кинул Просто сначала Три черепа Потом еще Четыре черепа Это ГГ сразу На этом уровне Я не оправдываю Я не оправдываю Но Стоит конечно Сказать Что Ну не поперло Действительно Не поперло Но с другой стороны Теперь следующая игра У Нагогрыза Будет чутка сложнее Не то чтобы Тровер был Очень важным игроком Но его явно Не будет хватать А последняя игра У него С С Арчи Ну вот Черт знает Слушай Знаешь Нагогрыз Пожалуй, я с тобой согласен Пожалуй, теоретически Ты все-таки скорее кандидат на ПО, а не на вылет Как ни странно Вот знаешь, наверное, все-таки да Наверное, все-таки ты кандидат на ПО Я так думаю Вылетим мы с Антошкой и на этом все закончится Ну ладно Удар не найден Еще один удар Шестерка найдена Ну надо отбежать по-хорошему Чтобы никто не бил Ну вот Вылетел не Нахал Ситар Вылетел Серланорос Ну слился А Нахал играет Нахал очки у Васага отобрал Разломав его в нулину А сегодня вечером будет игра Нахала с Сержиком После того, как Нахал избил Васага Я в принципе Как бы это выразиться-то Ничто не истина Все возможно, как говорится Или как там был-то, я не помню Нахал-то еще играет Нахал опасный После игры с Васага Я Нахала прям зауважал Вот Не нашел кубы Пытался слить еще одного игрока Ну что, гол теперь? Гол престижа надо бы забить Так что в 23 приходите Будет очень интересно А, сейчас будет леска, ребята Сейчас будет леска Не, не будет лески Гол престижа забил Антошка Жаль А ему убили Супер прокачанного волка Ситар И он бомбанул и сказал Все, я не могу играть в это говно Примерно так было В 23 будет игра Сержика и Нахала Рекомендую Думаю, будет очень интересно Ну вот А за меня-то не болел Ситар Ай-яй-яй Ну Смотрите-ка Антошка Видимо Дефается от Ван Терна Или мне кажется Ну ладно Или от фала Ну не важно Так что сегодня Приходите в 23 Будет интересная игра В которой Эээээм Все будет Совсем не очевидно Я так думаю Я бы сказал Совсем не очевидно Но все решится в последнем туре Вот реально Последний тур он будет очень такой Опасный для всех Ну вот я чуть-чуть в Ситар не справляюсь Понимаешь, не даешь ты мне свою энергетику Знаешь, как это было в... Где же там был-то это? Сейчас я вспомню А, в доте, где говорят, да, насчет Take my energy Вот ты энергию мне не даешь И я такой, типа, эх Только во второй половине сезона Как-то заиграл и то кое-как Ну ладно Если выиграю у Нахала, то Может быть все будет нормально Хотя я и не уверен Не, я скажу так Прикол в том, что мне просто может не хватить 13 очков, чтобы остаться в дивизионе Это забавно То есть у меня уже 10 очков Ну там, автовин Останется игра с Нахалом Который Опасен Хотя, конечно, с Бретонами мой любимый матчап Абсолютно любимый, без вопросов Не знаю На мой взгляд, игра против Бретонов Она настолько Кристально чистая и понятная Ну, ладно Вообще, если Нагагрыз забьет в Антерн Я буду доволен Потому что Мне было бы Неплохо Чтобы у Антошки была похуже разница Вот Только меня-то с Нахалом играть Как-то очень хорошо при этом Ну ладно Это я так, к слову Но, видимо, не будет Хотя, может быть, плюс ход И тогда Нагагрыз еще забьет Ну, посмотрим Не хватает игроков Ну, ок Ну, они, да Бретоны сильные Не, я просто Вот у меня почему-то с Бретонами Реально Матчап Ну У меня нету ни одного такого Это матчап, в котором мне У меня все получается обычно Хотя против Нахала Боязно играть Ну, к слову Нахал все-таки необычный парень Несколько игроков оглушены Ну, это не несколько Это один игрок оглушен Да Ну, не очень легко кинуть Такие кубы Понятное дело Антошка, я думаю После этой игры Так сгорит Так сгорит Удар Неудачный Удачный Ну, надо бы отойти Посец сделать Я так думаю Исподаур Да Да, да Ну, поздравляем Нагагрыза Нагагрыз прям Все сделал правильно Мда Ну, зато Левел ап Моровика О! Левел ап Линейки седьмой броней С минус мувом Девять пробоев Девять пробоев, кстати Девять пробоев Ноль травм И Пятнадцать пробоев Шесть травм Но не стоит забывать О двух аптечках Да Забавная игра Угу Угу Травмы Пятьдесят на пятьдесят Забавная статистика Мерзкий вид Кстати Реально часто работал Гляньте Ну Чуть-чуть выбивается Из статистики Щупальца Щупальца себя Не показали Прыжок Более-менее Куча мала Кстати Гляньте Куча мала Ни разу Не сработала Все подборы Все пасы Все пробуждения Пасы нокаута Почти все гипнозы И даже Одиночку прокинул А вот У Антошки Как-то, конечно Вот гляньте Один из двух Неудачных спринтов Как сильно повлиял Ай-яй-яй Ай-яй-яй Хотя у Антошки В целом Стата тоже Смотрится нормально Не считая того Что произошло По итогу Забавно Забавно